Теперь давайте поговорим о том, что действительно в наше время можно зарабатывать деньги. У нас категория сейчас людей, которые нас смотрят, делится на две категории. То есть одна категория – это все хотят зарабатывать деньги, делится на две подкатегории. Одна подкатегория – это те, которые уже очень много знают о рынке. Вторая категория – это которые не знают практически о рынке ничего. У нас, как вы знаете, есть в компании огромное количество продуктов, и образовательные продукты, и каждый день освещает рынок. И вы можете всегда посмотреть наших выступающих, они очень квалифицированы, и по-простому сделать для себя какие-то выводы. Но сегодня я поговорю о том, что, а, первое, на самом деле торговать – это круто, второе, торговать круто – это еще круче, а зарабатывать деньги с трейдинга – это в три раза круче. И сегодня как раз я поговорю о том, как построить свою торговлю. Вообще с чего начинать? Дело в том, что в компании реализовано огромное количество программ. Есть дешевые программы, есть программы подороже, есть книжка моя. То есть давайте мы будем брать категорию, все категории людей, те, у которых есть деньги, те, у которых денег нет, что делать. Потому что очень часто у человека стоит выбор, есть ли она сумма денег, что делать, положить деньги на счет или по-простому купить какое-то образование. Вы должны понимать, что для вас лучше. Я не могу сказать, что лучше. Я могу сказать, что я думаю, что лучше. Я считаю, что лучше получить образование и потом торговать правильно. Потому что 95% веста, и вы подтвердите мои слова в диалоге, что 95% веста потеряют по-любому деньги, потому что вы не будете знать, что торговать, даже если вы откроете счет. Поэтому можно, например, если у вас она сумма денег, если лучше часть потратить на образование, часть потратить на открытие счета. Теперь давайте я вам расскажу вообще, из чего состоит трейдинг и что в каком хронологическом порядке вам придется делать. Потому что это очень важный фактор. И большая проблема у вас, практически у всех, то, что у вас нету А1 элементарной базы. Я даже не буду говорить слово «система», потому что слово «система» — это самое последнее, к чему вы должны прийти. Сразу говорю, очень многие используют слово «крайнее». Я слово «крайнее» не использую, потому что в русском языке слово «крайнее» встречается только один раз. Это когда «в строю». Поэтому я вам сейчас вкратце расскажу, от чего и к чему вы должны прийти, если вы хотите состояться как трейдер. В трейдинге, если вы все правильно делаете, нечего бояться, абсолютно нечего бояться. Знаете, как мой папа всегда говорил? Не надо ходить в те районы, где по-простому тебе просто могут по шапке дать. Не надо. Я скажу феноменальную фразу, которую я очень люблю. Во-первых, почему я очень много времени, как вы видите, отдаю психологии всему остальному? Потому что 90% — это то, на что настроена ваша голова. А 10% — это просто картинки. Ваше подсознание само вам поможет, как правильно выбирать акции, как правильно смотреть на картинки и все остальное. А все остальное должно быть логично, вы должны учиться. И заругаясь матом, но это не я сказал фразу, это феноменальная фраза Шнура, все знают Шнура, да, группа «Ленинград». Шнур сказал феноменальную фразу. Быстро можно получить только пиздюлей. Все остальное берет время. Вот это самое главное. Женя даже не улыбнулся. Ты знал данную, Женя? Ну, я слышал эту фразу, я улыбнулся как раз про себя. Да, это хорошая фраза на самом деле. Поэтому, первое, делайте очень качественно. Вот просто лимитарно, задайте себе вопрос. Почему в компании «Герчкин Ко» реализован риск-менеджер? Для того, чтобы вы деньги не теряли и не сливались. Никакая компания, в моем понимании, не будет заинтересована, чтобы клиент пришел и потерял свои деньги за две недели. Понимаете, почему? Потому что компания ничего заработать не успеет. А вот когда клиент хороший, подготовленный, почему компания «Герчкин Ко» занимается столько времени подготовкой кадров? Кадров имеется в виду вас, трейдеров. Потому что мы заинтересованы, что вы год, два, три, пять лет торговали. У нас есть люди, которые открыли с нами в 2015 году компанию уже пять лет. Когда компания год был, сказали, да это херня, форекс-бизнес умирает, компания «Герчкин Ко» там умрет и все остальное. Мы тогда начинали, у нас было 10 или 15 человек штаба. Как вы знаете, сейчас все хорошо идет. Огромное количество положительных писем от вас приходит. Говорят, мы не видели ни одной компании, которая так заботится о своих клиентах, как вы. Правильно? Потому что мы сами трейдеры. И я, и Иван. Мы трейдеры. И мы знаем, что нужно трейдер. Поэтому давайте я сейчас выстрою вам матрицу, что вам нужно знать от самого базового до самого последнего. Дело в том, что трейдинг покоится на четырех китах. Всего четыре кита. Эти четыре кита следующие. Первое – это уровень. Вы обязаны понимать уровни. Почему? Потому что уровни вам дадут понимание того, а первое, где вы можете поставить стоп, б направление движения инструмента, и цех, где находится текущая цена. То есть, где она была раньше, где находится сейчас. Даже Женя машет головой. Он, видно, по-моему, мы еще одного трейдера получим в компании. Сейчас как раз он гонорар получит за это выступление, и придет в Герчикен Ко и откроет себе счет. Я уже открываю. Уже пошел. Молодец, молодец. Второе – это энергия. То есть, вы должны понимать одну вещь, что в инструменте обязательно должна быть энергия. И сегодня я вам покажу даже несколько примеров живых, чтобы вы понимали, где в инструменте копятся энергии, почему я когда давал рекомендации, чем я руководствовался, в чистом виде. Третье – это направление движения. Вот это самое тяжелое. Это то, на что у вас идет больше всего времени. Это как правильно определить направление движения и почему. Можно ли этому научиться? Ответ – да. Это не просто какие-то там, как в Одессе говорили, бабушка надвое сказала. То есть, что такое бабушка надвое сказала? Это значит, ну, может, в эту сторону пойдет, а может, в эту. Очень многие из вас рисуют уровни и говорят, если мы пойдем ниже этого уровня, мы пойдем вниз, если мы пойдем выше этого уровня, вверх. Неправильно. Если вы начинаете работать, и дальше я вам покажу несколько примеров очень хороших сценариев, вы должны понимать, что инструмент должен смотреться в одну, в какую-то очень сильную сторону. Если вы берете инструменты в разные стороны, то когда инструмент начнет торговаться, когда вы начнете его торговать, у вас не будет четкого определения. Вы же не говорите, я сегодня утром стою, я побегу сначала 100 метров в одну сторону, а потом 200 метров в другую. Нет, вы говорите, я, например, в эту сторону бегу, а потом назад возвращаюсь. А почему вы на машине задом не ездите? Вы же скажете, ну, это ненормальное явление, задом по улице ездить на машине. А почему? Почему вы считаете, что можно садиться торговать, не понимая, что вы делаете, и торговать в разные стороны? Если вот сейчас он меня выкинет по ложному пробою, я перевернусь и пойду в обратную сторону. Такое делать нельзя. Иначе это будет против вашего сценария. Вот сценарий. Вот или все записаны на бумажке. Конкретно написано. Видите, не написано. Если туда, то туда. Написан конкретный инструмент, и в какую сторону, скорее всего, он пойдет. Сегодня я вам объясню, почему. Третий, как я уже сказал, очень важный фактор, которому надо учиться дольше всего, и мало у кого научиться, кроме Александра Михайловича. Потому что, честно, мало кто может определить направление движения. Я буду прав в 80, а то есть в 90% случаев. И вы знаете. Каждый понедельник я делаю обзор на канале Герча Кинко. Поэтому, кто еще там не стал нашим подписчиком или нашим клиентом, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, вам будут приходить уведомления. Каждый понедельник. И у нас есть рубрика, спрашивали, отвечаем. Огромное количество рубрик. Огромное количество наших клиентов, именно наших клиентов, зарабатывают деньги на моих рекомендациях. Следующее. Четвертое, это самое простое, это точка входа. Очень многие из вас смотрят на точку входа. Точка входа – это самое простое. Если вы не понимаете, где правильно провести уровень, где и как правильно понять, что накопилась энергия, и третье, самое важное, куда, в какую сторону пойдет инструмент, то точка входа вам абсолютно безразлична. Это, знаете, есть очень хороший анекдот. Я буду специально говорить шутками и анекдотами, чтобы до вас быстрее доходило. Это евреи с русским попали в пустыню. Ночи идут по пустыне, очень жарко становится. Каждый начинает молиться своему Богу. Хотя Бог-то у нас один. Национальности разные, но Бог у нас один. Значит, будем говорить так, евреи молятся там своему Богу, да, а православные русские молятся своему Богу. Ну, Бог, естественно, у нас всепрощающий, всемогущий. Он дает то, что они хотят. Всегда. То есть, когда вы хотите испытаний, поверьте мне, вам дают испытания. Если вы напросились на пиздюлей, в каком плане на пиздюлей, то есть вы сказали, я сейчас зайду без стопов, то вы по-простому боженька и вам по-простому дали то, что вы захотели. Почему? Он же вас предупредил, что можно поставить стоп, а вы его не использовали. Значит, вы получили ровно то, что вы захотели. Так и есть. Вот вы хотите любое, вы ее получите. И надо просто быть открытым. А знаете, что происходит с человеком? Любовь получил, ой, а что с ней делать? Нахера вы просили? Фаина Раневская говорит, в жизни человека существуют два момента. Момент очарования и момент разочарования. Момент очарования — это когда вы что-то просите, а второй момент разочарования — это когда вы получаете то, что вы попросили. В жизни человека есть два момента самых радостных. Это когда человек покупает лодку моторную, а второй, когда он ее продает. Ну так вот, евреи с русским идут, евреи говорят, слушай, боженька, все, что я прошу, это дай мне чан с водой. Ну, боженька дает ему чан с водой. Русский говорит, боженька, дай мне, пожалуйста, золото, я всю жизнь бедным был, хочу золото. Ну, хорошо, отдал ему мешок золота. Но они, значит, сидят в пустыне, евреи пьют воду, и он говорит, подходит Иван и говорит, слушай, Изя, а давай будем в базар играть? Он говорит, ну как это в базар? Он говорит, ну как, у тебя есть товар, а у меня есть деньги. Давай, говорит, ты будешь воду продавать, а я у тебя буду покупать. Он говорит, слушай, замечательная идея, давай. Ну, он к нему подходит, там у него стоит чашечка с водой. Он говорит, Изя, ну почем чашечка воды? Он говорит, мешок золота. Он говорит, ты что, охренел? Походи в базар и поищи дешевле. Это та ситуация, в которой вы должны понимать, что конкретно вы хотите. Как я уже сказал, четыре кита. Уровни, энергия, направление и точка входа. Все, сейчас все начнут побежать, все думают, что сейчас сразу его сделать. А теперь я вам расскажу пошагово, что вы должны делать и почему должна у вас какая база быть. Дело в том, что очень многие люди, очень многие люди идут просто на демо, будем говорить так, поиграться. Почему без системы, без системы на демо не надо играться. Причина предельно проста. Вы должны понимать, к чему вы будете идти. А теперь я вам выстрою матрицу, с чего вы должны начинать. Первое, у вас должны быть определенные базовые вещи. У нас огромное количество информации реализовано, огромное количество информации, которая именно рассказывает о том, как получить базовые элементарные знания. Что должно входить в базовые знания? Вы обязательно должны знать, что такое АТР. среднестатистическое движение за единицу времени. Вы должны по каждому инструменту, которым вы торгуете, неважно это акции или это валютные пары, вы должны обязательно понимать, сколько они проходят в день. Потому что если, например, по евро 60 пунктов у вас АТР, и вы заходите, когда евро прошел 30 пунктов, ваши шансы получить тейк-профит равны приблизительно 10%. Дальше. Если вы заходите прямо возле уровня, то вы получаете самое-самое начало АТР среднестатистического движения, и вам будет гораздо легче для того, чтобы поставить стоп. Вы должны знать, в каких ситуациях можно поставить широкий стоп, а в каких ситуациях можно поставить маленький стоп. Представьте, что вы получили какие-то определенные базовые понятия. Как понимать, что вы правильно проводите уровни? Очень хороший пример для домашнего задания. Сядьте за субботу-воскресенье и прохерачьте тысячу уровней. Вот в прямом смысле слова. Тысячу. А теперь я вам расскажу кое-что. Значит, если вы откроете мою книжку, то в моей книжке реализованы очень простые вещи. Там написано, где и как проводить уровни. Что является проведением уровней? Паранормальный бар, точка излома тренда, лимитный игрок, уровень послеложенного пробоя, ну и куча-куча других. И вот возьмите и начинайте отрисовывать по каждому выделенному вам примеру картинку. Что происходит дальше? Закрывайте обязательно левую сторону. Как учился я, вернее правую сторону. Закрывайте просто правую сторону, то есть берите весь график, делите его на две части и рисуйте по левой стороне. Проводите. Потом просто открываете правую сторону и смотрите, где прошла линия, был ли в правой стороне, было ли подтверждение того, что инструмент действительно пошел возле вашего уровня. Потому что торговля возле уровня дает вам самые безопасные точки входа, самые сильные сигналы и самое важное понимание туда, куда скорее всего пойдет рынок. Это очень важный факт. Вот когда вы прорисуете тысячу уровней, а сейчас я вам скажу то, что вам не скажет никто. Вам будут говорить, вы должны сидеть и выбирать вот это, вот это, вот это. И правильно. Ваше подсознание, оно само выберет. Теперь давайте я расскажу о важных составляющих. Когда вы получили базу, самое главное, с чего вы должны следующее начинать, очень многие начинают писать алгоритм. Это неправильно. Алгоритм — это финальная стадия перед тем, как вы начинаете торговать. Вот это очень важно. Почему? Потому что когда у вас есть алгоритм, вы уже больше ничему не должны учиться. Вы должны брать свой алгоритм и его отрабатывать. Перед тем, как вы начнёте писать алгоритм, вы должны научиться писать сценарий. Вот это очень и очень важно. Что такое сценарий? Это все ваши мысли. Так вот то, что я сказал о подсознании и сознании. Когда вы провели огромное количество уровней, вы должны понимать одну вещь. И вы сейчас поймёте, к чему я всё веду. Я веду к логическому концу. Когда вы провели кучу уровней и увидели, что уровни действительно начинают отрабатывать, вы начинаете писать сценарий. Когда вы написали сценарий, вы смотрите, как сценарий отрабатывает. Если 60-70% сценарий ваших отрабатывают, вы начинаете что делать? Торговать. Вот тогда вы пишете алгоритм. А знаете, почему, к чему это всё привело? Я веду это всё к тому, что когда у вас всё это будет, вы не будете ничего бояться. Почему вы боитесь? Потому что вы неформализованы. Самое страшное — страх. Откуда вообще слово «страх»? Давайте об этом поговорим. Откуда взяло слово «страх»? Страх — это либо непонимание того, что, скорее всего, будет проходить, либо понимание того, что может произойти. Когда вы стоите на краю пропасти, вы понимаете, у вас страх осознанный, что вы можете упасть, и вы, кебе-не-мать, разобьётесь. А представьте себе, что бывает такая ситуация, о которой вы не видите, но вы знаете, что это может произойти. Что если вы попадёте, не дай бог, в колонию строгого режима, то вам, извините за выражение, порвут на фашистский крест. Что это значит? Мы сейчас приходим к тому, перед тем, как мы всё это скомпонуем, что это всё нужно для того, чтобы вы не боялись. Почему вы боитесь? Вы боитесь определённости. Почему? Все из вас начинают говорить, слушай, кризис сейчас на улице, вот эта пандемия, вот этот вирус и всё остальное. А что с того происходит, что вы боитесь? Вы себе нагнетаете обстановку, и ничего хорошего не происходит. Вы боитесь на улицу выйти, вы боитесь дышать. Когда вы сделаете себе всё в виде алгоритма, у вас страх должен уйти. Почему? Почему я говорю писать сценарий? Потому что вы будете просто автоматически исполнять то, что вы себе написали. Переходим дальше. Как писать сценарий? Что должно быть в сценарии? В сценариях должно быть абсолютно всё. И сейчас, естественно, я вам приготовил картинки, которые я вообще всегда даю на платных семинарах, но специально для президента, трейдеров кубок, картель. Я вам покажу большое количество картинок. Так вот, я хотел, первое, что я хочу сделать, там вы видите вот определенные картинки, я хотел вам кое-что сказать. Мне вот сказали, специально для вас, специально для вас будет подарок. Сейчас я вам скажу, какой будет подарок. Вот. Подарок от Герчика. Сегодня в письме, после окончания марафона, все получат подарок от Герчика. Примеры сделок, схемы торговых сценариев и как правильно строить уровни. И 30% скидка на курс комфорт, который входит в обучение перезагрузка. Видите? Это то, по сути дела, что есть. Поэтому в компании Герчика и Клинков «Всё зашибись!» Как вы думаете, мы проводим такие мероприятия? Да, потому что в период кризиса все спрашивают одну вещь. А ребята, как у вас дела? А что вы там делаете? А всё ли у вас нормально? У нас всё зашибись. Итак, посмотрите внимательно. Видите? Специально для вас, дорогие друзья, как я сказал, будут вот картинки такие, и как писать правильно сценарии. И я вам покажу дальше, как правильно писать сценарий. Видите? Вот здесь идут картинки. Я вам тоже такие картинки пошлю. Как правильно проводить уровень? В этом и основная проблема. Вот здесь точка входа, нужно и всё остальное. Точка входа – это 10%. Если у вас нет понимания, как проводить уровни, если у вас нет понимания, почему этот уровень проходит, откуда этот уровень взялся, вы никогда не поймёте. Видите, как красиво. Вот в моей книжке как раз это реализовано. Это не приз, это подарок. Приз – это приз, а подарок – это подарок. И вот посмотрите внимательно. Видите, откуда идёт основа уровня, где она подтверждается. Видите, вот очень красивые картинки. Следующая картинка тоже. Видите? Я вам просто покажу. Очень красивая картинка. Смотрите внимательно. Видите? Вот здесь полностью есть описание. Откуда что взялось? Откуда взялся уровень? Почему произошёл ложный пробой? Что является… Даже Женя воню на нас смотрит. Что является ложным пробоем? Откуда взялась эта картинка? Какая высота ложного пробоя? Видите? Вот. Вот это описание, которое вы должны себе иметь сами. Вот это очень и очень важный фактор. Вы должны сами себе иметь понимание, почему здесь прошёл уровень, откуда он взялся. И я потом плавно перейду на графики. Перед тем, я вас просто подготовлю, а потом перейду на графики. А теперь смотрите, какое красивое описание сценария. Видно даже? Всё чётко видно. Отлично. Вот давайте я вам просто покажу. Здесь, видите, это я просто, чтобы вы понимали, что никаких секретов нет. Это реальный трейдер, реальные картинки. Видите, на этой картинке всё написано. Первое. Вы что, чего и как, вы начинаете писать сценарий? Первое, с чего вы начинаете писать сценарий, вы проводите уровень. Потому что, когда вы проводите уровень, первое, что вы выясняете, это в какой плоскости находится инструмент. Плоскости у нас всего две. Это лонговая плоскость и шартовая плоскость. Видите, это дневной график. Даже вот если вы сюда посмотрите. Итак, что у нас есть? Мы видим, что инструмент зашёл в лонговую зону и начинает биться в уровень. То есть на дневном графике существует уровень. Это не идеальная картинка, потому что я сейчас покажу следующую картинку. Это не идеальная картинка. Это просто хорошая картина. И видите, дальше человек полностью описывает. То есть он описывает себе, что уровень 5, 7, 3, 0 – это зеркальный уровень. Очень важно, какой уровень. Потому что у уровней есть своя градация. Например, если более сильные уровни, менее сильное уровни. Итак, видите, что происходит в данной ситуации. Четко ясно выражен уровень. Не забывайте еще очень большой плюс. Этот уровень находится на круглой цифре. На круглой цифре. Видите? На круглой цифре. Это очень важно. Почему обычно круглые цифры – это уровни, на которых происходит опционная торговля. Поэтому круглые цифры сами по себе очень важны. 5,800, 5,900, 5,850. Видите, дальше идет расчет. Где находится стоп, где находится ТВХ, где находится тейк, где находится люфт, где стоп-лосс, тейк-профит. Многие из вас, наверное, не знают, что это такое еще. Для этого нужно учиться. Для этого нужно учиться. И дальше, видите, что написано. Человек пишет себе, почему он думает, почему этот инструмент пойдет наверх. Во-первых, не надо бояться быть неправым. Это абсолютно нормальное явление – быть неправым. убыточная сделка – это неотъемлемая часть прибыльной. Видите, что происходит? Он пишет, направление движения лонг. Почему? Потому что был ближний ретест. Что такое ближний ретест? Это когда инструмент идет в ту же точку, в которой он был недавно. То есть, если ближний ретест в течение недели, это значит, что инструмент пойдет вверх. Это значит, что в инструменте нет продавцов. Но опять же, и в книжках, и в нашем курсе, и перезагрузке – все это есть. Дальше вы видите, вот сценарий написано, ждем ложного пробоя, по расчетам заходим в лонг. То есть, человек себе описал все. Поэтому, в первую очередь, все, что вы делаете, вы описываете сценарий для того, чтобы убрать человеческий фактор. Мы сейчас подойдем к тому, что когда у вас все будет прописано на бумаге, у вас не будет никакого страха. Потому что страх – это непонимание ситуации текущей или непонимание будущей ситуации. Когда вы будете смотреть вот эти картинки, вы будете понимать, почему инструмент пошел или почему нет. Почему? Когда вы открываете сценарий, вы потом можете его пересмотреть и посмотреть, была ли ваша сделка сделана по сценарию или не по сценарию. Понимаешь теперь? Конечно. Молоток. То есть, что происходит? Тогда мы будем понимать, где мы сделали ошибки, чему мы учимся. Что такое трейдинг? Трейдинг – это задача прийти к тому, чтобы вы понимали. У вас есть такой большой круг. И вы из этого круга начинаете вычленять ненужные вещи. Что такое ненужные вещи? Ошибки. И чтобы не повторять ошибки, вы должны сначала сделать сценарий, а потом отработать соответствие со сценарием. Если вы не работаете со сценарием, если вы не работаете со сценарием, то вы никогда в жизни не сможете понимать, где у вас проблема. Вот это основная проблема, которая нам всем показывает. То есть, мы сначала делаем сценарий, а потом я возьму живой график и вам покажу сценарий. Давайте еще покажу картиночку. Вот, смотрите, еще одна картинка. Сейчас Женя будет фотографировать. Итак, первое. Первое, что мы можем заметить сразу, и то, что в этом инструменте есть так называемый зеркальный уровень. Видите? Вот есть этот уровень, и есть этот уровень. То есть, уровень зеркальный. А теперь я вам расскажу один маленький секрет по поводу подсознания. Не пытайтесь заставить себя что-то понимать. Ваше подсознание, оно само поймет. Что это значит? Когда вы будете делать кучу графиков, кучу линий вы отрисуете, ваше подсознание, оно начнет само запоминать. Также и с точкой входа. И не просто с точкой входа, а также с стилем торговли. Многие говорят, я хочу торговать пробой. А вдруг твое подсознание не воспримет пробой? А другой скажет, я хочу торговать ложный пробой. А вдруг ваше подсознание не воспримет ложный пробой? То есть, что это значит? Ваше подсознание вас выведет само на вот эти истоки, которые оно понимает. Очень важно. Очень важно. И сейчас я вам просто покажу определенные вещи. Сейчас я вам покажу. Вот еще раз смотрите. Видите? Направление движения в ломб. Почему? Потому что, видите, инструмент зашел обратно в ломбовый зон. И та, и другая картинка, они абсолютно идентичны. Единственное, что точка входа другая. И другой заход. Но картинка абсолютно идентична. Почему? Видите, что вы смотрите? Вот написал. Направление движения ломб. После 25 дней роста образуется уровень 1520. Видите? Вот точка излома тренда. И у нас идет откат. Сценарий. Мое видение движения вверх продолжится на 5 минут, как ставит ТВХ, согласно расчету. У этого человека 65% положительных сделок. Это мой студент. 65% положительных сделок. А теперь я кое-что еще вам покажу. Сейчас, одну секунду. Видно, да, Жень? Видно. Можно расширить, если увеличить. Сейчас я просто показываю пример. Смотрите, вот это две главы, которые соединили в одну, которую писали мои студенты. В книге, в моей, да, «Покупай, продавай, зарабатывай», большое количество, большое количество именно информации, которую писали студенты. Ну, я думаю, не огромная, но 20%. Почему? Потому что я хотел донести до людей, которые будут читать книгу, информацию, которая идет не только из моих уст, а это призма, ту, которую видят студенты. И вот эта глава, видите, даже Женя внимательно смотрит. Я прочитал. Да, это мало прочитал, здесь куча страниц. Ну, страницу прочитал, я вижу, да. Видите, все написано. Что должно быть в сценарии? Это есть глава в книге. Как писать сценарий? Что должно быть в сценарии? Посмотрите внимательно, видите? Полностью все примеры, видите? Здесь 10 страниц. 10. Какие примеры бывают? Видите? Кто-то пишет такие, кто-то пишет такие, кто-то пишет такие, кто-то пишет такие сценарии, кто-то пишет такие сценарии, кто-то пишет такие сценарии. Все. И вот другая картиночка тоже. Что такое сценарий, видите? Здесь вообще 17 страниц. Видите? Что? Что такое сценарий? Что должно быть сценарием? Как сценарий правильно описать? Как писать алгоритм? Видите? Вот. Вот это основные вещи. Это то, что у вас основные проблемы. Теперь давайте вот просто сейчас. Это реальный график. Видно, да, Жень? Да, видно, видно. Давайте просто рассмотрим, почему, скорее всего, турецкая лира дальше пойдет вверх. Это реальный график. Это сейчас. Там можете посмотреть. На часовике кнопочки мигают. Видите? Вот у нас 28 апреля. Вот сейчас мы стоим. Теперь я покажу вам деппу и потом покажу часовик и объясню, что делать. Значит, первое. Был отработан хай. Вот он, 6.96. Дальше. Был ложный пробой. После ложного пробоя, после ложного пробоя, инструмент не откатывается вниз. Видите? Откатывается как раз к такой же картинке, которую мы показывали раньше. Эта картинка называется зеркальный уровень. Видишь? Да, я вижу. Вот, зеркальный уровень. То есть мы понимаем, что если инструмент не укатывают в шартовую зону, скорее всего, он будет набирать лобок. Что у нас происходит? У нас видно то, что инструмент начинает набирать очень сильную позицию. То есть у нас есть позиция, которая по-простому набирает инструмент. Что у нас происходит дальше? Выше хая у нас есть пробой. Видите? То есть что это значит? Инструмент абсолютно не откатывается и идет дальше вверх. Возникают вопросы здесь. Кто не понимает, что такое зеркальный уровень, читайте книжку. Зеркальный уровень — это когда уровень поддержки становится уровнем сопротивления. Был уровень сопротивления, стал уровнем поддержки. Поэтому это и называется зеркальным уровнем. Что происходит дальше? Как вы видите, смотрите, я для вас дальше нарисую. Появляется новый уровень локальный. Видите? Вот он хайп. Вот это и вот цифра хайп. 6, 9, 9, 6, 4. Смотрите внимательно. 6, 9, 9, 7. То есть практически. И здесь 6, 9, 9, 4, 3. Видите? То есть практически копейка в копейку все три бара бьются, тем самым показывая, что лимитный уровень пробит. На сегодняшний день, видите? Смотрите внимательно. Вот он. Инструмент начинает вылезать. Мы отрисовали уровень, а теперь давайте посмотрим, что творится на часовике. На часовом графике, видите, мы пытаемся консолидироваться. Видите, что произошло? Была очень высокая волатильность. И сверх повышенной волатильности инструмент у нас что делает? Начинает консолидироваться. Видите? Что происходит дальше? Инструмент начинает консолидироваться выше часовика. Видите? Видно сразу, что короткий стоп. И на дневном графике есть направление движения. В первую очередь. Поэтому. Итак, что у нас происходит? Видите, у нас инструмент пытается отконсолидироваться. И, скорее всего, с этого момента мы дальше пойдем вверх. А теперь я еще вам кое-что покажу. Еще две очень важные вещи. Следующие из вас, кто учится, да, или кто только будет учиться, обязательно должны сделать так называемый конспект. Вот лучший конспект, который я видел, это мой студент, часть этого конспекта есть в книге. Просто, чтобы вы понимали. Женя, не смотри на картиночку. Как ты думаешь? Не смотри. Сколько здесь страниц в этом конспекте? Как ты думаешь? После семинара. Этот человек был у меня на живом семинаре. И как ты думаешь, сколько в конспекте страниц? Не смотри. Ну, давайте начнем с того, что четырехчасовой семинар? Семинар семь дней. Семь дней. Ну, там страниц сто не меньше. 128. 128. Здесь 128 страниц. Смотри, в самом низу 128. Здесь есть полностью все. Часть этого конспекта есть, видите, все. Вообще полностью все. Часть этого конспекта есть в книге. И, как я уже сказал, очень много есть в перезагрузке, у нас разные курсы есть. Сейчас, я что-то буду включать. Так, и теперь я вам покажу в финале, что у вас должно получиться. Ну, я давайте любой возьму. Вот, видите, давайте, попала кудрявцева Галина. Во-первых, сразу предупреждаю одну вещь. Женщины, женщины дисциплинированно торгуют лучше, чем мужчины. У женщин есть инстинкт самосохранения, поэтому они не зарабатывают столько денег, сколько зарабатывают мужчины. Но женщины торгуют великолепно. Они реже убирают стопы, они реже нарушают правила, и женщины торгуют очень хорошо. Все, что я хотел подойти, это к логическому концу. Сейчас еще пару инструментов. Видите, уровни, откуда берутся уровни, что такое плавающие уровни, принципы построения уровней. Заметьте, она не взяла книжку, она сама написала свое. То есть, что такое алгоритм? Алгоритм — это ваше видение всего, то, что вы получили через призму того, что вы видите. Что сильнее — дальние ретесты или маленькие бары при подходе к нему? Абсолютно две разные вещи, и то, и то сильное. Так, идем дальше. Давай, сколько времени осталось? Еще семь минут. Окей, отлично. Видишь, а ты говоришь, что мы не успеем. Итак, внимательно. Видно, да, графики? Сейчас будут практические советы. Первое. Если в инструменте нечего торговать, вы не торгуете. Посмотрите внимательно. Инструмент стоит в рейнже. Рейндж очень маленький. Сто пунктов. Ничего не вымутите. Посмотрите внимательно, перейдите на часовую графику. Да? Вот это вот движение — это всего один АТР. Поймать это движение было практически нереально. Практически нереально. Дальше. Поэтому, если вы видите, что инструмент никуда не идет, ничего не делаем. Дальше. Идем дальше. Давайте посмотрим, что смотрится хорошо. Австралийский доллар. Да? Смотрите. Шеф давал австралийский доллар к покупке 0.64. Вот. Можно было заработать 100 пунктов. Вот. Идем дальше. Плюс, не забывайте, смотрите, вот еще огромный список акций. Посмотрите. Сидите и торгуйте. Жень, когда останется 2 минуты, скажешь мне, я сделаю заключительное резюме. Видите? Пожалуйста. Взяли, открыли, посмотрели. Любой инструмент. Все двигается. Идем дальше. Швейцарский франк. Ничего никуда не идет. Вот это основная проблема. Не надо торговать, когда не надо торговать. Это основные вещи. Так вот, если вы посмотрите, когда инструмент никуда не идет, у него нет никакой картинки, то лучше эту картинку не торговать. Видите? Очень хорошо смотрится турецкая лира. И вот так вот все, что вы делаете, идете инструмент за инструментом до тех пор, до тех пор, пока вы не увидите картинку, которая вам понятна. Вот кто-то, например, мог торговать там ложной пробой. То есть вы должны идти и смотреть ваши инструменты. Неважно, что вы сегодня торгуете. Золото, рубль-доллар, вот эфир, я говорил, что эфир пойдет, биткоин или еще какой-то инструмент. Абсолютно неважно. Теперь давайте сейчас я понял, буду закругляться по этому поводу и перейдем к вопросу. Значит, первое. Смотрите внимательно. Обязательно вы должны все иметь сценарий. Пис сценариев не садитесь торговать. Сценарий должен быть обязательно описан. Написан правильно, описан красиво и самое главное, описан четко. Нельзя вставить то или и другое. Герджик-НКО торгуется с любой точки земли, кроме Соединенных Штатов, Канады и Японии. И, по-моему, Ирана. Страны, которые в списке, которые мы не имеем права, не можем. Мы сейчас не будем валютной парой смотреть, GBP и ZAR. Сегодня тема абсолютно по-другому. Когда вы напишете сценарий, поверьте мне, ваша жизнь станет совсем другой. Вы уберете человеческий фактор. У нас на канале Герджик-НКО огромное количество видео есть. Огромное количество видео, которые вы можете просмотреть и понимать, как правильно писать сценарий. Ничего в этом суперсложного нет. Дальше. Когда вы напишете сценарий, вот тогда, тогда нужно обязательно. Когда вы пишете сценарий, вы начнете правильно понимать все остальное. А потом вы пишете алгоритм. Алгоритм – это вот такая вот картиночка, по которой вы начинаете действие. Почему? Потому что сценарий – это конкретно относится к бумаге, а алгоритм – это ваши действия. Утром встаю, отбираю уровни, смотрю то-то, то-то, смотрю экономические новости, не смотрю экономические новости, занимаюсь спортом и все остальное. Почему? Потому что если вам даже кто-то ошибет мозг, вы все будете помнить. И есть хороший, мы закончим сейчас эту панель на хорошем еврейском анекдоте. Когда два мужчины, твои евреи, разговаривают друг с другом, один другому говорит, «Изя, ты не понимаешь, ты помнишь, вообще у меня были проблемы с памятью? Я ни хрена вообще не помню». Он говорит, «Конечно помню, ты вот у меня там в долг взял, деньги не отдал». «Изя, ну что ты с деньгами?» «Ну помнишь, у меня проблемы были, я ничего не помню». «Конечно помню, ну». Так вот, в Одессу приехал знаменитый доктор. Он со мной поработал и полностью восстановил память. Он говорит, что, серьезно? Говорит, ну да. «А как фамилия доктора?» «Бля, сейчас я вспомню». «Как фамилия доктора?» «Знаешь, есть вот такой вот цветок красивый. У него такой длинный стебелек, вверху такие лепестки и шипы». Он говорит, «Роза?» «Да, да, роза, как фамилия доктора». Вот приблизительно так и вы начинаете торговать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...